И еще один вывод, я здесь его отдельно не запроколировала, потому что он не касается вывода по нашей тематике жестокое обращение стороны правоохранительных органов. Это больше вывод будет интересен тем, кто намерен подавать жалобы в ЕСПЧ и, например, кто сейчас готовит коммуникацию, не коммуникацию, а свои обсервации, меморандум на позицию правительства. В данном деле заявительница, не заявительница, а адвокат, который представлял заявителей, она просила в том числе возмещения судебных расходов и юридических услуг. Здесь мы поговорим о возмещении своих юридических услуг в размере, если я ошибаюсь, примерно полторы тысячи евро. Однако и было сказано, и есть в соответствующих параграфах дела данного постановления ЕСПЧ, у адвоката были доверенности на представление интересов в ЕСПЧ, если не ошибаюсь, на протяжении всего национального процесса. То есть были доверенности, но не было соглашений об оказании юридических услуг, где были бы прописаны условия этого соглашения, где были бы прописаны суммы юридических расходов и, собственно, те услуги, которые оказывает адвокат. Соглашения не было. И что представила адвокат в ЕСПЧ во время представления своих обсерваций? Она представила свое одностороннее заявление о том, что ею были оказаны такие-то услуги в таком-то размере. То есть это именно одностороннее заявление, утверждение самого адвоката, подписанное адвокатом. К сожалению, ЕСПЧ сделал, как бы не к сожалению, а просто это факт, ЕСПЧ сделал вывод, что этого недостаточно. Одностороннего заявления адвоката недостаточно. Это недостаточное свидетельство наличия юридически обязательного и обязывающего к выплате каких-то расходов соглашений между заявителями и адвокатом. Соответственно, ЕСПЧ сделал вывод, что эти расходы были вынуждены и необходимо в необходимом разумном размере понесены или могли бы быть, было обязательство юридическое, что они будут понесены заявителями. Именно поэтому компенсации юридических расходов, собственно, сделано не было. Поэтому это очень тоже важный вывод из этого дела. Обращайте внимание одностороннего утверждения некого письма, некого заявления адвоката о том, что были такие-то расходы, недостаточно. Это должно быть соглашение между заявителями и адвокатом с определенными условиями, указанием объема услуг, указанием того, были ли они уже понесены или будут понесены, что они являются достаточными, необходимыми, и что заявители будут обязаны их понести в случае таком-то и таком-то. Но более детально эту информацию и вообще все, что связано с тематикой получения компенсаций, вы можете найти на отдельном курсе ЕСПЧ-навигатор. У Антона есть отдельный курс, который он сам ведет. Если не ошибаюсь, он так и называется «Компенсация ЕСПЧ». Поэтому если этот вопрос вам интересен, то есть такой курс и в любом случае есть вот такой вот практически вывод из дела Докукина против России.